Всем привет! Мы находимся в магазине Squod в центральном детском мире и снимаем видос по поводу выхода новой линейки подвесок Ace, Ace Hollow. Но прежде чем представить и рассказать поподробнее про эти подвесочки, хотелось бы обратиться немного к истории, рассказать вообще про бренд Ace, если вдруг вы забыли или вдруг не знаете. Давайте немножечко поведаем вам про этот бренд. Собственно говоря, бренд начался с одного чувака, Джоуи Тершая. Он back in the days, как говорится, катался за Black Label и был прорайдером этого бренда. Потом, по завершении своей скейтовой карьеры, он ушел в Independent и работал там тим-менеджером. Соответственно, за годы работы в Independent он обзавелся достаточно хорошими знаниями, связями и в моменте решил открыть свой собственный бренд подвесок. Но многие, кто были близки из его окружения, говорили, что это глупая затея, потому что в то время индики занимали номер один вообще по популярности в рынке и были самыми топовыми подвесками. И конкурировать с ними было почти нереально. Но, тем не менее, Джоуи в 2006 году выпустил свои первые подвески и благодаря своим крутым навыкам в плане тим-менеджмента переманил множество разнообразных райдеров, как из Independent, так и райдеров других брендов именно к себе в бренд, к себе в Ace. Под брендом Ace Джоуи организовал команду достаточно крутых райдеров. В эту команду входили Джефф Гросса, Алекс Олсен, Дитс, Джесси Альба и многие-многие другие крутые чуваки. И, собственно, за достаточно быстрое время бренд стал весьма популярным и дорос до такого уже несколько культового значения и составляет прям очень сильную, мощную конкуренцию индикам. Ну, а теперь посмотрим более детально на продукт, разберем каждую модель подвески, поговорим про них и что-то интересное для себя найдем. Первая модель подвесок – это Ace Classic. Это классические подвески, они более заточены под радиусное катание. Вся их размерная сетка такая для более широких досок. В целом, как бы, конструкция абсолютно классическая. Кстати, по силуэту они очень сильно напоминают Independent Stage 3. Но, тем не менее, за счет правильной геометрии и за счет интересного сочетания бушингов, они становятся очень круто поворачиваемыми. То есть, они очень маневренные и на таких подвесках ты себя суперкомфортно чувствуешь, как в радиусах, так и на улицах. По поводу бушингов хотелось бы сказать, что верхний бушинг у них 90А жесткость, а нижний 86. То есть, бушинги разной жесткости, что дает дополнительный бонус к маневрам. Следующим шагом у Эйсов была новая подвеска, супертехнологичная. Это Эйс и Эф-1. То есть, как бы, на рынке они уже достаточно давно. Много кто их опробовал, много кто их знает. И, в целом, никаких нареканий по поводу качества этих подвесок не было. Уж тем более, там, брак какого-то или еще что-то в этом роде. Также достаточно прикольные бушинги. Они очень долго держатся. Плюс новый доработанный пайват кап. Износостойкость повысилась, там, чуть ли не на 70%. Ну и, собственно, ось у них сделана из специального сплава стали, которая становится очень крепкой. И, неважно, как бы, с каких там ступеней ты прыгаешь, эту подвеску ты точно не погнешь никоим образом. Ну и, как бонус, еще идет специальная гаечка у каждой подвески Эйф-1 для того, чтобы нарезать резьбу на оси. Вот. Это такой мелкий бонус, но достаточно приятный и прикольный с точки зрения маркетинга. И, также, размерная сетка у Эйф-1 отличается от классической. Она стала более проработанной, более детальной. И ты под любой размер доски можешь подобрать именно те подвески, которые будут тебя удовлетворять на все 100%. Вот. Собственно, скользят они круто, поворачивают они круто. Но была всегда одна проблемка у большинства людей. Все любили эти подвески, но хотели подвески облегченные, чтобы, ну, типа, не знаю зачем, но, короче, облегченные подвески. Вот. Следующим шагом была моделька Эйф-1 Лоу. Низкие подвески для более техничного катания. То есть, чем ниже подвеска, тем резче и жестче щелчок при минимальных усилиях. Вот. Достаточно интересная моделька. И бонусом ко всему здесь еще полый кинпин. То есть, она чуть пониже и чуть полегче. Вот. Ну и в завершение всего, наконец-таки, Эйсы выпустили облегченные подвески Эйф-1 Лоу. У них полый кинпин, полая ось. Они на 8,6% легче, чем классические Эйф-ки. Вот. Что, если сравнивать на целом сетапе, получается достаточно легкие подвески. То есть, как бы, разница в весе действительно ощутима. И также суперкрутая новость. У нас в продаже появились ключи от Эйс. Причем их два вида. Соответственно, классический и Эйс Эйф-1. Вот. Классический тул. Ну, тут все обычно. Он такой, типа, треугольничком идет. Главный бонус этого ключа, то, что он сделан из стали. И он еще собирается. То есть, получается, у тебя в кармашке лежит вот такой вот ключик размером с зажигалку. Это очень удобно и это очень круто. Вот. И Эйф-1. Такой уже, в принципе, такой же по технологиям ключ, но с дополнительными приколюхами. Здесь есть специальный напильник, чтобы обрезать шкуру. И также еще впаянные гайки. Резборезные. Для того, чтобы нарезать как ось, так и кинпин. Это очень круто. Ну, реально супертехнологичный ключик. И по достаточно приемлемой цене. Вот. Ну и в целом, это, пожалуй, все. Крутые подвески. Они ничем не уступают классическим Эйф-1. Вот. Но теперь они стали гораздо легче. И стоит их попробовать. Приходите к нам в скейт-шопы, в наши магазины. И покупайте подвески Эйс. Эйф-1. Эйф-1. Продолжение следует...